Поле, русское поле, светит луна или падает снег. Хе-хей, ну что, будем проводить электричество в доме? Главней всего погода в доме, как поёт. У нас одна из мини забыла, а Лариса долина, да. Значит, мы уже заменили нашей подруге всё, что только можно, и теперь нам осталось... Да, да, чё нам? Подвезти её... Так, нам нужно подключить этот терминал. Короче, нам надо видос включить. Что самое интересное, вещи, как их разбрасываешь, они всё равно потом возвращаются на свои места, и один раз я уже нашёл здесь пульт. Блять, вот кто бы знал, что он там, сука, валяется! Я его, короче, видел раньше, чисто случайно нашёл. А побегав здесь немножко, уже посуетившись, я нашёл энергоблоки, не только здесь дома, но и на улице, где понял, как подсоединять всю эту систему электропроводки. Провод ведёт нас к ящику, а в ящик мы должны сложить вот эти вот разбросанные аккумуляторы. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, это не составило труда. В принципе, они не такие уж и маленькие, чтобы их не заметить. Поэтому... Опс! Отлично! Так, добавлено новое задание. Помогите Иде подключиться так к сети, подведите электропитание, спутниковый терминал, под телевизором отключите. И установите на крыше юрты солнечную батарею. Так, ну а солнечная батарея, это у нас вот эта вот картонка, блядь. Собака, жучка, блядь. Как там это? Блядь, сковородка, картонка и маленькая собачонка. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Оп, блядь! Хуяк! Вот это у нас, бля, конструкция! Нихуя себе! Антенна, бля, пизданная! Залезись! Так. Ну и всё, пойдём включим. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Пин-пин-пин-пин-пин-пин-пин. И да, привет! О, у тебя уже денег тут в рубли. Так, нам нужен пульт. По простой и очевидной причине. Одновременное существование двух копий одной личности ставит нас перед проблемами к решению, которых мы не готовы. Печальный опыт прошлых лет убедительно это продемонстрировал. На сегодняшний день единственный выход из ситуации это строжайший запрет на дублирование и принудительная деактивация уже существующих дубликатов. Для таких нейрокопий предусмотрено надёжное хранение и их вероятна активация в будущем, когда будет найдено правовое решение от комбината. Это один из тех случаев, когда... А, ебать, всё перегорело нахуй! К хуям собачьим! Так, поговорите с Идой. И да, наш терминал сгорел. Я знаю. Но номер я успела проверить. Успела? Ну и какие новости? Едешь домой? Плохие новости. Почему? Меня восстановили. Три года назад, и думаю, признали погибшей. И восстановили по резервной нейрокопии. Живёт сейчас где-то в Женеве. Что-то нам с тобой не везёт. И как она погибла? Сказано, погибла при выбросе дисперотоксина в 2058 году. Значит, теперь ты дубликат? Дубликат. И живу нелегально. Ну, ничего. Придумаем что-нибудь. Придумаем. Конечно. Достанем тебе нормальное тело с ногами. С ногами? И что? Потом будем жить тут. Цветочки продавать. Эннвиш, слушай. Когда батарейка разрядится, я хочу, чтобы ты передал мои цветочки в надёжную гарантию. То есть, в стекляшку ничей куда. Это надёжная эвакуация. Я понимаю. Что? Я говорю. Передай, пожалуйста, мой нерочип. В камеру какую? Эннвиш. В камеру приливов? Или в камеру снов? Что с твоим голосом? Я не знаю. Что за камера приливов? Ты о чём говоришь? У меня какой-то сбой. Мысли путаются. Но... Кажется, прошло. Тебе нужен ремонт. Мне, Эннвиш, ничего не нужно. Меня скоро усыпят. Отключат. И, наверное, надолго. То есть, ты решила? Да, я так решила. Ясно. Проснуться и снова уснуть. Тоже вариант. Скорее так. Проснуться, ничего не понять и снова уснуть. Что тебе непонятно? Этот взрыв, например. Я не понимаю, как я с ним связана. Со взрывом? Ты попала под выброс. Просто не повезло. Нет, Эннвиш, всё не так просто. Я нашла ещё одно упоминание своего имени. Здесь, в базе данных. В истории поисковых запросов. Кто-то искал информацию обо мне. Ну и что? Что в этом странного? То, что это единственный запрос с моим именем за всю историю. И он был сделан за 20 минут до взрыва. А кто оставил запрос? Кто-то по имени Марк. Марк Дерлинг. Он числился как оператор трансфера. В момент взрыва была как раз его смена. Об этом даже запись сохранилась. И вот любопытно. Что? Судя по этой записи, незадолго до взрыва у них возникли неполадки в автоматике. Примерно тогда же, когда был оставлен запрос. Да, я хочу знать, что там произошло. Зачем тебе это? Разве это важно сейчас? Для меня важно. Потому что кроме этих фрагментов прошлого, у меня больше фрагментов прошлого, у меня больше чем. То есть... Ида. Эй! Опять то же самое. Мне становится хуже. Все-таки нужно это исправить. Надо же знать причину, чтобы исправлять. Я не знаю, что это. У тебя искажается голос. Если бы только голос. Я не знаю. Причины могут быть разные. Может быть у меня несправен синхронизатор? Я слышала о таких случаях. Нерочипс боилась того, что ухудшалась связь ДНК. Ну, либо у меня разрушается нейрокопия. Но тогда... Тогда что? Ничего. Пусть лучше это будет синхронизатор. Пусть. Давай заменим его на новый. Давай. Здесь есть новый в небольшое. Расстояние небольшое. Скажи мне номер павильона. Я схожу и принесу. Есть. В шестую комнату мягкую. Я понял. Ты тут с ума не сойди. Постарайся. Постарайся? Да. Ой, ебать нахуй закрутили. Ебаный в рот, блядь. Как это все заебало на самом деле, блядь. Эти комнаты, хуёмно-то уже, честно говоря, не так уже весело, блядь, бегать по этим комнатам и играть в эти кубики. Что с этими трансферами, детьми, блядь? Что за хуерлыга? Можно было бы поговорить об этой игре, но, блядь, даже не знаю, что и сказать. А, тут какая-то, блядь, хуй знает. Какие-то опыты над детьми, планирования. Все настолько запутано. Трансферы, хуянсферы, блядь. Могли как-то сделать попроще, но надеюсь, что развязка будет интересной. Что там будет у нас в развязке, я пока не знаю. И мы это скоро уже узнаем. Все такое стало серое, блядь. Что-то тут с погодой меняется, погода какая-то хмурая. Ебать, тут нам пиздец. Или зомбаки просто повалят толпами, либо прилетят инопланетян. Будем ждать развязки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok